разрушилась у меня все это все только началось нужно сначала справа направо и налево ходил теперь стал пить уволили из работы я вся отдалась работе детям работе стал хаос я стала плохая первая дочка стала выпивать другая стал наркоманом бога прошу чтобы у меня не отнял мое здоровье тоже улучшилось это означает такой серьезный тяжелый период жизни очень тяжелый все рушится значит особ особая милость человек особый экзамен он должен сдавать особое предание должно быть богу в сердце произойти ну кто кто поднимите ручку прошлой жизни жили вообще в монастыре вас не было ни семьи и вы только богу молились целыми днями а сейчас вы не тем занимаетесь много всяких других дел и выполняете свое обязательство перед богом не выполняет он у вас поэтому все обрубает сейчас если вы хотите чтоб все осталось нет проблем надо больше духовной практикой заниматься внутри семьи и бласт семья останется сейчас у вас самый важный период жизни идет поэтому потому что до этого вы жили не так как надо сейчас у вас нет вариантов вам надо придется жить как надо больше духовных практики больше духовной силы испытания еще продлятся полтора года потом будете пожинать плоды ну то есть как только вы сдадите экзамены через полтора года все начнет возвращаться в вашу жизнь в этой жизни вы не должны быть монашкой но вы должны учиться жить правильно сейчас это экзаменов издают свой из два способа относиться к издаминам первый способ печалится скупые люди печалятся о своей жизни когда они сдают экзамены человек приходит экзаменаторы перед ним стоят и он печалится начинает болен опять эти экзамены как они меня достали он смотрит на экзаменаторов они смотрят на него думают два балла не больше никаких шансов этому человеку вообще нормальную оценку получить такой кислый физионом и смотрит на них скупец думать скупой человек два балла не больше ничего не получит вообще на пересдачу его еще раз давать экзамены у них такое настроение по отношению к этому человеку экзаменаторов когда он вот так вот не нравится ему что экзамены второй вариант человек приходит ему тоже тяжело тоже ничего не выучил но он хочет принять судьбу он приходит и говорит я старался как мог играть ну тяни свой билет он тянет смотрит ничего не знаю ничего не знаю но он смотрит на преподавателей будет спасибо вам большое принимает судьбу идет сдавать экзамен я не думаю троечка уже троечка все хороший человек двойку не будем ставить вы думаете а я на тройку не согласна ли геннадь хорошо если вы не согласна тройку тогда изучайте предмет учитесь духовному знанию только она способна помочь в экзаменах судьбы вы же сильный человек зачем вы впали в скорбь сейчас вы же сильный человек всю жизнь сильным человеком были зачем вы впали в скорбь причина такая вы надеетесь только на свои силы я не смогла сохранить то я не смогла то а мы ничего не можем в этом жизни чем мы можем мы очень сильно зависимы смотрите мы без воздуха можем жить нет 4 минуты до свидания без пищи можем жить нет без воды можем быть жить нет мы вот от всего зависимы при этом считаемся крутыми но мы вообще полностью зависимы здесь от всего зависимый не означает слабый найдите свою силу маленькая искорка питается от солнца она становится сияющей кто такой святой это тот кто направил себя к солнцу все люди идут от солнца они гаснут мы живем для своего счастья отвернулись от солнца жить для солнца означает забыть про себя идти за солнцем следом хоть этот путь неведом означает развернуться в жизни не для себя жить а для бога жить оставь свои заботы падение взлет а вставь все это у меня все плохо оставь все это перестань жить для себя начни молитву начни желать всем счастья начни думать пытаться забыть про себя прикованность себе разрушает жизнь вот что вы сейчас делаете вы падаете в пропасть сейчас почему потому что вы сильно прикованы к своим страданиям у меня это плохо у меня это плохо и это плохо почему вы падаете потому что вы не понимаете принцип победы над судьбой когда плохо становится чем хуже становится тем больше надо не обращать внимание на свою жизнь вот допустим дети такими становятся не обращайте на это внимание больше молитвы чем больше молитвы тем больше в детям будет силы духовной чем больше им силы тем лучше они становятся смотрите есть несколько этапов дочь допустим наркоманка это что это вот так действует судьба ваша вы начинаете молитву первый этап у вас в сердце по отношению к ней становится спокойно вы чувствуете все будет хорошо второй этап вы с ней начинаете общаться о том как жить третий этап у ней просыпается совесть она уже не может так жить как жила но все эти три этапа означают что вы не думаете о том что дочь наркоманка а вы думаете о том как служить богу чувствуете разницу или нет вы сейчас прикованы к чему наслаждению жизнью говорить у меня все плохо а я говорю что у вас все нормально просто сдаете экзамен вы говорите Олег Геннадьевич это тяжелый экзамен я говорю да он хорошо очень хорошо чем тяжелее экзамены тем больше потом возможности жизни больше реализации вы даже не представляете какую судьбу вам бог приготовил через два года какую счастливую жизнь сколько радости в жизни бог вам приготовил через два года вы станете совсем другим человеком вы себя не узнаете когда сдадите экзамен а если не сдадите вы будете вся сморченная несчастная я водяной я водяной я водяной никто не водится со мной вы хотите быть сморченной несчастной тогда сражайтесь вы думаете вы не сможете победить а я вижу что сможете легко просто вы очень скупая вы хотите просто чтоб вам вернулось счастье оно не вернется потому что пришло время сдавать экзамены вот оно пришло уже ничего не вернется назад все вы уже зашли в экзаменаторскую все но так как вы удачливый человек поэтому экзаменаторы сказали иди вон там сидит человек поговори с ним он тебе объяснит что делать большинство людей вообще ничего не объясняет вам все объяснили и в доказательстве у вас сердце радость появилась сейчас вы чувствуете что все хорошо идет бог уже вам показал победу уже он уже показал что вы победите в своей жизни нужно только дальше действовать а не печалиться попробуйте еще только печалиться надо сражаться печаль приходит значит не хватает сил нужно сразу молитва сразу молитва думайте о святом человеке слушайте голос желайте всем счастья и не беспокойтесь о том что происходит с детьми и с мужем придет время вы увидите как все поменяется вот я сейчас просто об этом говорю и вижу что у вас муж очень добрый человек это правда почему он пьет не знает потому что ему тяжело жить все люди в этом мире они делают глупости только по той причине что они страдают он очень добрый человек у вас муж если вы начнете молитву его доброта выйдет на первую очередь в вашей жизни а его пьянство уйдет у вашей дочери очень твердый характер но так как она не знает как жить правильно поэтому ее твердость идет не в ту сторону вы знаете об этом что не твердый характер не знаете даже об этом а я знаю видите вы даже не знаете об этом почему а потому что в вашей среде вот в той семье где вы живете в той среде в которой вы живете там нет бога вот как должна устроена квартира быть человек квартира должна быть квартирой бога посередине вместо телевизора в квартире должен стоять алтарь не телевизор все поклоняются телевизору надо поклоняться алтарю видите чистая атмосфера в чистой атмосфере духи могут жить кто такие пьяницы это люди под влиянием духов находятся духи мозги им скручивают и они пьют поэтому кто такие наркоманы люди находящиеся под влиянием духов почему так много духов в вашей квартире потому что там нет бога видите я не видел вашу квартиру я сразу говорю вывод почему я так говорю потому что когда в квартире есть бог духом там нет места там где солнце появляется светлячки все разбегаются сразу они не могут уже там светить они в темноте только светят солнце появляется до свидания все остальные начните свою квартиру обустраивать так чтоб в ней был бог готовьте пищу освященную не просто пищу освященную вешайте изображение святых людей на стены а не всякую фигню и вы увидите очень скоро как будет меняться ваша жизнь наполните силой духовной вашу квартиру некоторые квартиры заходишь воняет некоторые заходишь надышаться не можешь вот я сейчас меня поселили латулины в квартире которая организует все эти лекции но дышаться не можешь у нее так хорошо там потому что там молится постоянно духовная атмосфера очень чистая атмосфера в квартире и отдыхается хорошо у вас отдыхается хорошо в квартире а в одной комнате надо распространить себя на все комнаты на все вы же хозяйка квартиры сражайтесь по-женски не по-мужски по морешками по башке не надо нужно любить всех это женское сражение женщина побеждает без боя кто такая женщина и бог дал силы побеждать без боя как женщина побеждает любовью муж допустим пьяница помолилась уже не пьяница а кто просто вот такой хороший человек который чуть-чуть выпивает но мы это исправим мы его отстираем отмоем и он будет не пьяница и все ну хороший у меня муж дети хорошие все хорошие почему потому что в вашем сердце появилась сила смотреть на них по-другому вы начали видеть в них хорошие качества и поливать в них уже хорошее если корову кормить целлофановыми пакетами она выдает бензин понимаете так и человек если его поливать мой муж пьяница поливаете его дерьмом он становится дерьмом женщина или благословляет всех или проклинает если она всех проклинает живет в дерьме если всех благословляет живет в раю Почему не хватает силы? Почему не хватает силы, нет молитвы? Почему нет молитвы? Потому что скупость. Хочу счастья, хочу счастья, хочу счастья. Это скупость. Веды таких людей, которые постоянно хотят счастья, просят счастья, сравнивают с этих людей, простите меня, сейчас я очень суровые вещи буду говорить, их сравнивают с ашаками. Постоянно, понимаете? Но замолчи ты, Господи. Соловьи поют, заливаются, Но в них все приметы сбываются, А твои слова не забудутся, Сбудутся, сбудутся. Перестаньте жить неправильно. Почему я не люблю своего мужа? Не хватает силы для его же судьбы. Его судьба тяжелая. Надо молиться столько, чтобы увидеть в нем хорошее. Это означает благословение. Вы молитесь, и у вас уже муж не пьянится. Он хороший человек. Видите? Я вам открыл путь сейчас, сказал, куда надо идти. Путь вот в этом, в сердце человека. Он молится, у меня ребенок, дочка хорошая. У меня эти хорошие, и те хорошие. Сейчас я вам это докажу. Поднимите руку женщины, которых муж выпивает, Но в сердце уже, сейчас пока не поднимайте руки, Послушайте меня. Но в сердце уже появилось чувство, Что он не пьяница, а хороший человек. Поднимите руку. Есть такие здесь женщины? Муж выпивает, но в сердце появилось чувство, Что он хороший человек уже. Есть такие? Есть. Вставайте, с вами будем общаться сейчас. Нет, не вы нужны нам для того, чтобы нам помочь. Вставайте. От вас сейчас помощь придет. У вас в сердце появилось чувство, Что он хороший человек. Это правда? Да. Слышали, нет? Слышали? Теперь у меня к вам вопрос. А он столько же выпивает? Уже меньше. Вы слышали или нет? Просто появляется чувство, Что он хороший человек. Выпивка, до свидания. Был такой нарколог, Сводитесь, я вам очень благодарен. Был такой нарколог в России, В советской России, Был такой нарколог, Его звали Довженко. У него был свой метод лечения алкоголизма. Потрясающий метод. Знаете, что он делал? Он не лечил алкоголиков. Он просто их собирал вокруг себя. И у него была такая вера, Что они хорошие люди. Он с ними вообще не говорил о выпивке, Ни о чем. Он просто с ними дружил. Он просто с ними общался о жизни. И очень верил в них, как в людей. Все бросали до одного. Кто попадал под его дружбу, Конец смертному был. У него такое в сердце было сильное чувство в видении человека, Его сердце. У него сильное чувство было в видении хорошего в человеке. Сильное чувство было у него в сердце. И поэтому шансов проиграть не было. Видите, в молитве человек увидел, Что хороший человек муж. Все, у него, у духа, Который пытается убить его судьбу, Шансов нет никаких. Он проиграет. Зло никогда не одолеет того, Кто творит добро. Когда солнце восходит, Тьма рассеивается. Невозможно. В темноте невозможно находиться там, Где есть солнце. Слышали? Вы поняли, что делали? Двигайтесь этим путем. Там нет поражения на этом пути. Один шаг Остается с вами. Когда человек идет этим путем, Путем пожелания всем счастья, Работы над собой, Каждый шаг, который он делает, Остается в его судьбе. Он никуда не уходит. Когда вы будете рождаться в следующей жизни, Все, что вы там копили на машину, Там на квартиру, Просто выживали как могли, Просто где-то работали, Все это уходит никуда. Это никому не надо. Один маленький шаг в работе над собой, Вы сделали, С вами остается в следующей жизни. Поэтому ченакий пандит, Есть такой мудрец, Он говорит, Самое большое богатство, Которое человек может только в своей жизни иметь, Это вот эти шаги, Связаны с его духовной практикой. Научился прощать, Научился о людях видеть хорошее, Это никогда не может позабыться. Ни в следующей, Ни после следующей жизни, Никогда не забудется. Понятно? Двигаемся вперед. С юности мечтала создать счастливую семью, Но все не получалось. Одна вырастила сына. Вот смотрите, Мы сейчас живем в атмосфере Жуткой страсти. Особенно запад погружается в сильную страсть. Люди просто бредят вот этой вот счастливой жизнью, Так называемой, Которую они считают за счастье, Что красивый дом, машина и целый день работа до изнемозжения. Это счастье в страсти, То, к чему стремится запад. Америка еще дальше улепетала в этом направлении. Я когда в Сан-Франциско приехал, Я выхожу на улицу, смотрю, людей нет. Я говорю, а где люди? Все в машинах. Я говорю, а с кем общаться? Не с кем. Люди очень одинокие. Все в квартире, там машины, Все одинокие, не с кем поговорить. Что это значит? Сильная страсть. Страсть разрушает отношения. Естественно, когда люди рождаются, Живут в среде страсти, То создать семью очень трудно. Сейчас очень много одиноких женщин. Почему? Не с кем создавать семью. Все работают. Выйду на улицу, гляну на село, Девки гуляют, им не весело. Какие девки гуляют? Девки по машинам? Чувствуете, куда мы попали, нет? Но выйти из страсти несложно. Начните благостную жизнь, Поменяйте цели в своей жизни. Перестаньте ставить целью деньги, квартиру, власть, влияние, успех. Переставьте ставить такие цели. Это все придет само собой. Люди, которые живут в благости, они само собой получают все. Смотрите, есть два способа. Первый вариант реклама. Реклама это страсть. Вот допустим, врач, как сделать так, чтобы были пли пациенты? Страсти, реклама. Делаем мыльный пузырь. Я крутой врач, там все, у меня такие-то дипломы. Приходите ко мне лечиться. И корова волчица, и жучок, и паучок, и каракадница. Вот, всех излечит, исцелит, добрый доктор, айболит. Это реклама. Страсть означает обман. Что такое благость? Человек просто учится лечить. Результат какой? Люди начинают говорить друг другу. Сарафанная молва. Начинает, ой, нормально, приходи туда. Все, поможет тебе, давай. Понимаете, о чем я говорю или нет? Благость означает отношение. Поэтому человеку не надо беспокоиться о своем достатке. Он просто должен честно жить. Он должен развиваться как личность, заботиться обо всех. Повышается квалификация, повышается достаток. Все будут знать. У меня есть один знакомый, молодой человек, он вообще не парится, он печет хлеб. Печет хлеб. Просто печет хлеб и все. Но так как ему надо же жить. Он как печет хлеб? Он печет с любовью. И он говорит, я вот пеку хлеб. Если хотите, можете приходить ко мне и покупать у меня хлеб. Я делаю с любовью. Знаете, что произошло? Постепенно. Люди разнюхали его хлеб. И сейчас он уже не успевает сам всем выпечь, которые хотят его хлеб. Ему надо уже, ну, как бы воспитывать себе помощников. Тех людей, которые будут помогать ему печь хлеб с любовью. У него уже открывает свое производство. Почему? Потому что надо много хлеба такого. Теща, люблю твои блины. Твои блины вкусны. Их аромат, и очень нежный вкус. Твоих блинов съесть много, я берусь. Так человек становится счастливым. Он просто с любовью делает, узнает все больше и больше о нем люди. Покупают у него. Почему? Потому что классно, вкусно же. Хочется такое иметь. Кто вот так живет, поднимите руку. Есть такие? Вот, пожалуйста. Есть мужчины. Что вы делаете? Какая у вас здесь? Да. Ремонтировать что? Оборудование. И никакой рекламы, да? Люди просто приходят, потому что знают, какое оборудование вы ремонтируете. Металлообработка. Вот человек не парится вообще, никакой рекламы. Просто делает свое дело, и все знают, куда идти. Если станок сломался, надо идти. Вот как вас зовут? Как? Как зовут вас? Арвидосу надо идти, если станок сломался. Все. Все знают. Почему? Потому что хороший человек не делает никакой рекламы, просто с любовью работает и все. Да? Ну, почему обман? Нет, вы его таргета сорекламируете. Он наш хороший человек. Возьмите его, разрекламируйте. Если вы делаете рекламу. Мы не наоборот не сбиваем. Ничего страшного. Вы делаете рекламу, продолжайте, молитесь Богу. Да? Я же объяснял, что надо настраиваться на святость, слушать голос святого человека и повторять так же. Понимаете, в молитве нет строгих правил. Это жизнь. Вот как правильно жить, прожить жизнь, прожить? Надо просто начать жить, потом научишься. Постепенно, со временем. Нужно общение, правильно. Через общение передается сила. Общение нужно тоже. Вот вы вспоминаете меня во время молитвы. И если у меня есть какая-то сила, она к вам перейдет в это время. Вы почувствуете, как надо молиться. Хорошо? А вы не бойтесь ничего, делайте рекламу и просто учитесь жить правильно. Придет время, Бог вас научит, как правильно. Реклама тоже нужна. У нас на фестиваль на благость не хватало людей, мы не делали рекламу. Взяли всем, рассказали, что нам не хватает людей. Сейчас уже думаем, что делать, уже слишком много. Иногда нам нужна реклама, тоже нормально. С юности мечтала создать счастливую семью, но все не получалось. Одна вырастила сына, а теперь после одного года жизни вместе ушел мужчина и опять осталась одна. Мне уже 50 лет. Могу ли я еще надеяться на создание семьи или не хватает хорошей кармы? И мне надо посвятить себя работе в духовном обществе. Посвятить работе в духовном обществе – это и есть хорошая карма. А выйти замуж – это уже похуже. Что же вы имеете в виду тогда? Вы просто не понимаете многих вещей среди единомышленников. Жить среди единомышленников – это лучше, чем создать семью. Вы просто об этом не знаете. Люди, которые имеют единомышленников, они уже не беспокоятся о своей личной жизни. У них и так все классно. Да? Что? Ваш вопрос. Нет, вы можете еще создать семью, может все получиться. Очень обидчивая, очень ранимая, вам надо учиться побеждать себе это. Когда женщина обижается, мужчину режет сердце ее обиды. Не может с ней жить. С обиженной женщиной никто не может жить рядом. Это невозможно. Это ваш человек? Не ушел, значит, еще? А? А, вы не вернулись еще к ней, да? Ну, ничего. На лекции ходит, сейчас вернется скоро уже. Почти вернулся уже, смотри. Вы уже рядом же сидите, смотри. Вы же не в разных концах. Я стою на одном, а ты на другом. Весна какая выдалась, какие дни расстали. На что же ты обиделась, зачем же мы расстались? Вы же уже рядом сидите, мои хорошие. Знаете, есть такое, в этом ведах описано такое, как бы, чувство в любви. Там есть раса шастра, описывают возвышенные отношения. То есть раса означает вкус любви. Возвышенные отношения между людьми. Есть такой вкус любви в этих возвышенных отношениях, когда, ну, когда человек настолько сильно любит, что он считает, что он уже разлучен со своим близким, хотя сидит рядом с ним. Вот такая сильная любовь, что ему уже кажется, что уже расстались, хотя рядом. У вас такой сильный вкус любви в сердце, что вы вот сидите рядом со своим близким человеком. И при этом считаете, что вы расстались. Бумага же не знает, не имеет значения никакого. Есть такой еврейский анекдот. У меня еврейские крови, я люблю еврейский анекдот рассказ. Евреи поймали и бьют его. Он говорит, так я по паспорту русский. Они посмотрели на него и говорят, так мы тебя не по паспорту, а по морде бьем. Вы, может, по паспорту и как бы не вместе, но вы же сидите-то вместе. Вы же не по паспорту, надо вас смотреть, а по сердцу. По сердцам-то вы вместе. Знаете, мои хорошие, есть одна проблема. Проблема заключается в том, что люди иногда не могут быть рядом жить из-за того, что у них тяжелая карма. Вот если, допустим, один человек очень категоричный, а другой очень обидчивый, они могут жить вместе? Могут, нет? Нет. А почему они такие? Почему один категоричный, а другой обидчивый? У них тяжелая карма. Что делать? Надо чуть-чуть на расстоянии жить и потихоньку общаться, учиться, жить вместе, учиться, понимаете? Не искать себе кого-то другого. Это бесполезное занятие, никого не найдешь. Все одно и то же. Все одинаковые. Надо учиться потихонечку. И снова в бой такой, что пулям тесно. Ты только не взорвись на полдороги, товарищ сердце. Ну то есть надо сражаться. Если не можете жить вместе, чуть-чуть подальше и общайтесь дальше. Укололись, очукались, опять общайтесь. И постепенно, вот так раз, потихонечку создался семья. Смотрите, когда семья создается в страсти, то у людей сначала сладкий вкус, балдеем вместе, потом горький, разошлись. «Прощай со всех вокзалов поезда, уходят дальние края, прощай, мы расстаемся навсегда, там под белым небом января». Понимаете, это сначала сладкий, потом горький, расстались. Вот и расстались навсегда. Благости люди, когда живут. Сначала горький вкус. Почему сначала горький? Потому что они чувствуют, какие тяжелые характеры у них. Они пытаются общаться, пьют этот горький вкус, но сражаются. Приходит время, наступает сладкий. Когда они привыкают к характеру друг друга, прощают друг друга, они могут потом испытывать много счастья в отношениях. Они что начинают видеть друг в друге? Смотрите. У вас можно увидеть верность. Вы очень верный человек. У вас верное сердце. А в вас можно увидеть решительность и честность. Вы очень честный человек. Вы друг в друге это видите, нет? Видите. Но вот это и есть главное. Ну разве мы? Ну что же мы? Случайные прохожие. Пускай немного разные, но в общем-то похожие. Обиды перемерятся. Случайные, недавние. Давай отбросим мелочи. Давай оставим главное. Главное это то, что вы очень честный человек, а вы очень верный человек. ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вы объявляетесь мужем и женой. все помирили древняя культура как делала древней культуре люди сами не мирились это невозможно сделать боль такая между людьми что сам не помиришься для этого существовали старшие древняя культура она по-другому решала все проблемы то есть как проблемы решаются люди хотят быть друг с другом но не могут что делать они даже не пытаются быть друг с другом они просто приходят старшим может быть даже они приходят с целью разойтись ну им так больно они говорят мы вот хотим разойти что делать и старше начинает объяснять ставить все на места постепенно сердца меняются и люди улыбаются просто улыбаются и такая ситуация женой было так было тяжело что мы пришли к старшему духовному наставнику и как бы я говорю все невозможно уже все очень тяжело что делать знаете он что сказал там как вы думаете что он сказал он сидел со своей женой вместе и он нам ничего не сказал он просто начал улыбаться и жена улыбался и минут есть они просмотрит вас улыбается я такой сижу я говорю все спасибо уже все нормально и вы потом пошли все счастливо жили все нет проблем человека не хватает силы просто не хватает сил ну ладно у нас пора заканчивать лина сказала пора заканчивать сейчас будем желать всем счастья и надеюсь что мы с вами не зря провели время так если у вас такая ситуация в жизни вы хотите быть вместе нему не можете не надо мучиться ищите старшего приходите к нему и советуйтесь все решится за один день это правильное решение правильно так надо поступать никогда своими силами не надо пытаться победить судьбу если не можешь ищи старшего найди того кто с вами поговорить просто с любовью по дружески поговорить и все станет легче сразу все сели прямо надо вспомнить старшего вспомнить наставника просто может быть это человек с иконы просто святой человек возвышенный может он уже не живет в этом мире сейчас может это даже не человека просто священное писание в которую вы верите постоянно читаете его может быть просто это изображение бога икона какая-то может быть это просто имя бога написанная где-то вспомните может быть это святое место в которой вы верите вспомните какую-то святость то что связано с богом вспомните святость мысленно кланитесь этому святому святыне кланитесь и хотите желайте ему служить я хочу и мне надоело жить здесь я так устала уже сколько времени этих страданий постоянно мысли о себе своем счастье уже сколько можно я не могу уже так дальше жить я устала мне так надоело я не могу я хочу чистой светлой жизни настоящий я хочу тебе служить я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастья я желаю всем счастья Я желаю всем счастья. 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 Я желаю вам счастья. Я желаю всем счастья. Продолжение следует...